Всем привет, с вами Priya. Поговорим сегодня о классовых изменениях в новом дополнении Battle for Azeroth. Собственно сейчас все находится в таком бета-тестировании, может даже в альфа-тестировании. И это еще не финальные какие-то изменения, которые нам предоставили. Итак, очень страшные на самом деле цифры тут творятся, очень страшные такие вещицы тут происходят. Начнем же. Я маленько для себя информации перевел, чтобы мне было попроще все это дело анализировать. А уж если вам интересны свои классы, то я думаю вы и сами займетесь всем этим делом. Ссылочку оставлю в описании, само собой. Итак, антимагический панцирь теперь поглощает не 30% магического дамага, а 8% магического дамага всего лишь. Идеально. Добавлена новая способность интересная, которая основывается на скорости передвижения. И скорее всего это какой-то спринт или что-то типа такого. На самом деле интересно, весьма возможно улучшенная версия блуждающего духа. Не хочу слишком сильно увлекать, на самом деле информации другой очень много и та информация выглядит, скажем так, вкуснее намного. Костяной щит, тот баф, который мы вешаем на себя путем использования дробления хребта в блатспеке, в специализации кровь. Ранее он понижал весь входящий дамаг на 16%, теперь дает 10% армор, 10% броню, ну и также 10% скорость. То есть это все дело не изменилось. Далее талант, который идет у нас, по-моему, в четвертой полосе талантов. Даже скажу его правильное название. По иконке, конечно, хорошо это дело смотреть, но знать название еще лучше. Талант называется красная жажда. И сейчас-то он что делает? То, что за каждые 6 единиц потраченной силы рун, оставшееся время восстановления способности крови вампира сокращается на 1 секунду. А в припатче будет так, что нам придется потратить 10 единиц силы рун с целью сокращения крови вампира на 1 секунду. То есть если мы сейчас тратим 40 единиц силы рун, то мы где-то откатываем на 6-7 секунд, то когда выйдет припатч, будем кровь вампира откатывать всего лишь на 4 секунды. Ну, это такой псевдонерв, я бы уже сказал. То есть это уже предпосылки. Далее нерв таланта, жесткая хватка, понижение скорости передвижения противников в зоне действия нашей лужи, смерти и разложения. Теперь это снижение будет не на 70%, а на 50%. Вот такие вот дела. Далее изменения по демонхантерам, далее изменения по друидам. То, что серым, это то, что было, то, что зеленым, это то, что стало. Ну, для тех, кто может еще не понял, да. Что-то введено в таланты, допустим, для охотников специализации БМ. Какие-то проки повышены, какие-то проки уменьшены. Какие-то статы, это все дело известное и видимое. Изменен шор для паладинов ветки защита. Ранее он понижал дамаг на 25%, и этот процент рос от вашей искусности. Чем больше искусности, тем меньше в полам входящего дамага летит при активном щите праведника. Теперь же будет повышение брони. Вот так вот. Далее фейнт, уловка у разбойников будет уменьшать ауе дамаг всего лишь на 40% входящий, а не на 50% как ранее. Печально. Далее камушки зеленые у варлоков будут восполнять не 25% хп, а 40% хп. То есть это еще повышение чернокнижников, они просто будут жизненно необходимы. Хотя нужно будет сравнивать с лечебными зельями. Что же будет эффективнее, камушки или зелье? Для танков скорее всего камушки. Особенно у танков, которых может вырасти хп, допустим, воины, дк. Да, у остальных танков растет хп. Не знаю. Ладно. Для воинов все дело обстоит весьма неплохо. Боевой крик переименован в безрассудство, которое было раньше. То есть, ну, так же бурст, так же все, только изменено название. Командин шаут переименован в раллен край. Его, это название мне приятней для ушей. Раллен край. Это командирский крик, который будет и у танков. Возвращение. Сейв кнопки для протваров. Я доволен. На самом деле, мне очень было грустно ее терять. И теперь я очень рад, что она возвращается. Все так же, как и у дамагерских специализаций он будет действовать. 15% повышение хп на 10 секунд в радиусе 30 метров. Все просто. Еще сминусовали на секунду стан для ударной волны, для специализации защита. И переделал на стойкость к боли. Слишком сложные буквы, не понимаю. Очень сложно перевести это дело для меня. Думаю, в комментариях подскажете. Ну, я как понимаю то, что при прожатии этой кнопки следующие 4 секунды мы будем получать на 60% дамага меньше. Или я не прав? Подскажете мне обязательно. Все. Я на вас надеюсь, вы надеетесь на меня, что я даю вам информацию. И это просто чудесный тандем. Переводы информации и ее получение. Да. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Ссылочку обязательно кину в описании. Можете сами почитать, сами все это дело посмотреть, раскидать по своим друзьям. Как видосик, так и саму ссылочку. Собственно. Что хотите. Ставьте лайку, делайте подписос, берегите ноги. До скорого.